Кому требуется липофилинг подглазничных областей? Делаете ли вы его? Какие могут быть побочные эффекты? Конечно, выполняем. Есть показания, когда дефицит мягких тканей, нижней орбитальной зоны, это может быть выполнено после блефаропластики, иногда одномоментно с блефаропластикой трансконъюнктивальной, иногда без блефаропластики, когда необходимо заполнить объём, чтобы устранить провал, синюшность и так далее. Липофилинг осложнения или побочные эффекты липофилинга только следующего характера, учитывая, что это зона нижних век, кожа бесконечно тонкая, и всё, что происходит под кожей, даже под круговой мышцей глаза, это может бросаться в глаза, это может быть видно. То есть иногда жир может скапливаться какими-то участками, комками, бугристостями, и это может быть видно. Для того, чтобы избежать этого, используются очень тонкие конюли, и отмывается специальная жировая ткань. То есть делается всё, но этот риск определённый есть. Но учитывая, что альтернативы этой операции нет, опять же при наличии показаний, когда большой дефицит мягких тканей, провалы в области нижних век, то используется только липофилинг, собственный жир для заполнения дефекта тканей. Субтитры создавал DimaTorzok